Привет, капитаны! В эфире Суперджедай. Сегодня в популярной рубрике «Улетная школа» мы продолжаем изучение вершины ветки немецких авианосцев Манфредда фон Рифтгофена. Сегодня у нас сравнительный анализ и тест его ПМК с ПМК графа Цепелина. Насколько я помню, при анонсе ветки немецких авианосцев была информация о некой повышенной точности их ПМК, якобы даже на уровне графа Цепелина. Если я что-то путаю, поправьте меня в комментариях. Что ж, лучший критерий установки истину – практика, чем мы сейчас и займемся. Постреляем по двум шимам с примерно одинакового расстояния. Сборки, естественно, одинаковые и приближенные к реальным условиям, то есть такие, которые обеспечивают в первую очередь мощь авиации, но ПМК при этом остается тоже довольно эффективным. Берем перк и модуль на дальность ПМК плюс флажок. Точить авик полностью в ПМК с перком на точность и так далее практического смысла нет. Это булавство. Начнем с Манфредда. 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 Вражеские СМИ взпотоплены. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Омо может напугать, может помочь добить, но в целом серьезной угрозы для эсминца не представляет. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь смотрим графа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, БМК Манфреда бьет несколько дальше, но гораздо менее точная и эффективная, чем у графов. Поэтому не стоит ждать от этого авианосца каких-то интересных вырывов с БМК. В следующих видео мы продолжим детальный анализ этого довольно необычного авианосца. Надеюсь на вашу поддержку в этом деле. Ссылка на донатку в описании. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Продолжение следует...